Здарова, солнышки! Ну что, киберпанки на месте? Если нет, то самое время переобуваться в Ирокез, потому что неон в моде при любой погоде. А уж когда речь идёт про игру, измазанную в этом самом неоне, от начала и до конца, то вообще отлично. Недавно к Cyberpunk 2077 был выпущен глобальный патч, было добавлено новое DLC и прошёл слушок о том, что игра-то, ну, норм. Для меня данная информация была как гром среди ясного неба, ведь оказалось, что пока я спал, киберпанк постирали. Ну, вернее, не его, а постирали оттуда почти все смешные баги, из-за которых я игру и любил. Благо, хоть вылитые краши оставили, и на том спасибо. По правде сказать, в чудесное исцеление я верил мало. Когда-то я, конечно, грезил сделать сюжетку, но потом надремал полную кровать с наведения и, как обычно, ничего не сделал. И тут с кустов выскакивают поляки из CD Projekt Red и со словами обещанного три года ждут, выпускают сначала патч 2.0, а потом и полноценное DLC под названием Призрачная Свобода. Честно, байт хороший, но меня так просто не купить, я люблю, когда игры ломают, а не чинят, но в любом случае, так и быть, чуть-чуть поковыряем этот Phantom Liberty и посмотрим, что же это за легендарный камбэк. Для начала неплохо было бы, конечно, провести пятиминутку истории. Да будет вам известно, что у игры есть прародитель — настольная игра в мрачных берсерковских тонах, вышедшая же в 1988 году. Никто из ныне живущих на планете Земля про нее, естественно, слыхом не слыхивал до тех самых пор. Пока в 2012 году компания CD Projekt Red не анонсировала, собственно, компьютерную игру по мотивам той самой настолки, ее и решено было назвать Cyberpunk 2077. Разрабы описывали ее как величайшую РПГшку всех времен и народов, и как же забавно было наблюдать за тем, как данный почетный титул моментально отобрал разработанный имя же Ведьмак, вышедший тремя годами опосля. Почему кибер и при чем тут вообще панки? Опять же, мало кто вдуплял. Для этого читать нужно, а это сложно. Поэтому партия Zoom Совета экстренно провела собрание и силами величайших умов было решено, что киберпанк — это типа когда, ну, там, деградация общества, как бы вот на фоне технологического прогресса, что-то там еще не он, типа, ну вот. Игре суждено было быть. Ее разрабатывали 7 лет, и ничто, в принципе, не предвещало беды. Летело время, работа шла полным ходом. Много что изменилось за этот период. И что ж тогда пошло не так? Ну, начать стоит с того, что игру три раза переносили. Точных причин никто, кроме создателей, не знал. Но, кажется, люди начинали уже что-то подозревать. И все это на фоне грандиознейшей пиар-компании, запущенной незадолго до релиза. Рупор киберпропаганды трубил, что было мочи, и проще сказать, не где киберпанк был, а где его не было. Из каждого утюга рассказывали про неоновую революцию, лицом которой стал Киану Ривз. Он же и удостоился занять место одного из ключевых персонажей игры. Такой самосвал хайпа было уже не остановить. Релиз все ближе, времени все меньше, сроки поджимают, контракты подпирают, дедлайны горят. CD Projekt Red честно изо всех сил. Полировала билд, ну, потому что финальную игру тяжело было назвать финальной игрой. И вот, наконец-то, наступила памятная дата. 10 декабря 2020 года. Ой, многие люди спустя время предлагали объявить тот день траурным и каждый год проводить минутку молчания, а лучше пятиминутку ненависти, потому что не иначе, как актом вопиющей человеконенавистнической аннигиляции релиз Киберпанка было не назвать. Особенно на консолях. Жители Земли и без того утомленные карантином цеплялись за последнее, что у них было. Надежду. Но CD Projekt Red доказали, что она умирает далеко не последней, причем они знали, что игра не доделана. Они знали, что будет плохо, но все равно решили рискнуть и выкатить то, что было, на яйцах так сказать. Ну, выкатить получилось, а вот закатить обратно уже нет. В крайнем ролике по Старфилду я вам рассказывал про техническую составляющую игры, ее проблемы, что бывает, когда у народа отбирают FPS, но масштабы ужаса в Старфилде были несравнимы с Киберсранью. Я прекрасно помню день релиза. У всех популярных юбублеров и стримлеров уже были копии игры, у меня, как обычно, не было ничего. Я просто сидел и как гоблин злобно хихикал, потирая лапки, наблюдая за тем, как у людей, кому посчастливилось заполучить ранний доступ, на экране происходило полнейшее вакханалие. Более того, я так обрадовался забагованности игры, что даже героически встал со стула. Так, нет, стоп, это мне приснилось. Я купил копию игры, дождался релиза и на следующий день бегом побежал записывать ролик. К моему великому сожалению, багов я почти не встретил. Интересного контента у меня вообще не вышло, поэтому я просто оффнул с позором и зачем-то выложил его на ютуб в виде видоса. Сейчас тот, не побоюсь этого слова, материал набрал миллион просмотров на дистанции в три года, и согласитесь, неплохая статистика за ровно одну пройденную миссию. С чувством выполненного долга я игру удалил и пошел записывать что-то еще. Это можно было бы считать, конечно, хэппи-эндом, но... Проблема в том, что остальные игроки были не такие веселые, как я, и им неиграбельный кусок забагованного кода в неоновой обертке за несколько тысяч рублей не очень-то и понравился. Одно дело ржать над простофилями, купившими эту игру за фулл прайс, и совсем другое оказаться на их месте. Если в первый день бурление народных масс еще хоть как-то удавалось сдерживать, то вот спустя неделю после релиза, когда до игры добрались уже все простые смертные, интернет буквально прорвало. Ходило огромное количество подборок с багами, фейлами и приколами, люди хихикали и смеялись, но параллельно с этим на бедных разработчиков лился просто ушат пахучего негатива. И как от всего этого хейта умудрился увернуться Киану Ривз, я не знаю, видимо роль в Матрице пошла ему на пользу. Дошло до того, что сооснователю CD Projekt Red пришлось лично извиняться перед игроками, ну вернее искать перед инвесторами, а потом уже перед игроками, и давать обещание, что рано или поздно игра будет доделана. Выпендриваться как Тодд Говард и говорить, мол, обновите компы, не щуганы, было не вариант, потому что киберпанк не Старфилд, а CD не беседка, и еще четвертого Ведьмака делать и людям в глаза смотреть. И знаете, какими бы громкими не были те заявления, Игру действительно доделали. Более того, репутацию компания восстановила и даже умудрилась в 22-м году протолкнуть сериал по своему детищу. Вроде неплохой, кстати, не смотрел, но одобряю, и благодаря данным сериям про киберпанк узнало еще больше народу. И знаете что? Когда люди заходили в игру, они видели игру. Нормальную, полноценную, пропатченную игру. Многие, кто познакомился со вселенной через сериал, даже не представляют, через что прошли 3 года назад первооткрыватели, увековеченные посмертно в бетоне, за свой героизм и отвагу. Ну и вишенкой на торте во всей этой шумихе было дополнение под названием Phantom Liberty, которое, во-первых, недоступно у нас в Steam, а во-вторых, покупается отдельно. И вот на него-то мы сегодня обратим внимание, ведь по слухам история там, ну, хоть и сайдовая, но очень даже достойная. Под нее даже добавили целый отдельный район под названием Dogtown. Вообще, мне там нравился сюжет о таком будущем, в котором твое сознание сможет заменить конструкт другого человека, например, охреневшего волосатого рокера-алкоголика-бунтаря прям 3 в 1. Так что я думаю, история про этот пёсий город тоже написана нормально, побегаем в этом Пёсельграде. Ну а начинаем сразу после интеграции. Итак, Киберпук 2078. Для начала, наверное, давайте обсудим, где же они напортачили и что же они там нахимичили. Нифига я красавчик, кстати. Ну, себя, естественно, делал, серьезный, вон, смотри какой, сразу видно депутат. В общем, теперь мои шмотки получили легендарный статус, как я понял, это из автолевелинга, то есть все привязано к уровню, и более того, теперь вся моя скрафченная броня стала косметическая. Из-за инфляции я ничего не могу купить, а нам говорят, что в Найт Сити все хорошо. Как я понял, теперь все отыгрывается от имплантов, их можно даже прокачивать, но до определенного момента, то есть выше головы теперь не прыгнешь, имбу не получится создать на ранних стадиях. Раньше-то как было, вот есть районы, в них лучше не соваться, теперь можете совать куда угодно, из автолевелинга вам везде рады, и вот броня, кстати, тоже переместилась в импланты. С крафтом произошла вообще какая-то трагедия, потому что броню создавать отныне нельзя, а создание прокачки оружия ограничивается одним-единственным, в моем случае, легендарным ресурсом. Но вот прокачка, наверное, наоборот, стала даже понятнее, на мой взгляд, потому что билды более узконаправленные, хотя бы примерно теперь известно, что вырастет из героя, которым ты себя возомнил. Ну и навыки, как я понял, прокачиваются сами собой, и вот за эту прокачку вы получаете дополнительные статы. Мне, как видите, инженер, а еще чуть-чуть, и на 25 уровне мне диплом дадут, на 50-м я, видимо, стану волшебником. Ну и специально для меня добавили возможность рубить скотан, и сидя на мотоцикле, это отсылка на моего персонажа из Elden Ring, он там был самурай, вот на лошади, это то же самое. Далее мы отправляемся в Доктаун, в нашем переводе это пёси и город, но не думайте, что это что-то миленькое, там, это жёстко, там, больно. Доктаун, по сути, это отдельный район, отрезанный от основного города под названием Найт-Сиси, где живут ещё большие бичи. Я обычно вырубаю интерфейс, потому что у меня от такого количества иконок просто глаза в разные стороны смотрят, как у муравья. Нам, по сути, нужна только вкладка с заданием иногда, вот, добраться до границы пёсего города. Добрались? Молодцы. Но герою не очень нравится в пёсем городе, он всячески сопротивляется, ну да. На пальцах, если что, я их не дверью прищемил, это так модно сейчас. Отныне в голове у главгероя сидит голограмма. Это уже кто и имеющийся, который представляет собой Хиану Ривза. Ну, в общем, новую знакомую зовут Сойка, и она типа Нетранер. Я не знаю, как вам объяснить, что такое Нетранер, представьте, что вот вы по интернету бегаете и срёте всем в комментариях. Ну, как, примерно, то же самое, только чуть глобальнее и комплекснее. Ну, в общем, Сойка заявляет, что, в принципе, она готова извлечь волосатого вонючего рокера из башки главгероя, если тот поможет с заданием по спасению президента. Ну, естественно, соглашаемся, а делов-то... Интересно, что личные мотивы Сойки скрыты глубоко внутри, и нам вот придётся всё DLC их буквально вынюхивать. Но пока что отправляемся на захудалый рынок Доктауна, так сказать, с одной дыры в другую. Тут есть офигенный торговец оружием, который, судя по всему, всё это оружие испытывал на себе, учитывая, сколько на нём живого осталось. А вот цены у него явно не живые. Кто вообще такое составлял, блин? Тысячи, тысячи евро-долларов. Я ничего купить не могу. Всем тихо, главу района показываю. Я не понимаю, что он говорит, но, в общем, если вам кажется, что он выглядит как лысый, сидевший бандит из 90-х, вам не кажется. Отдайся инстинктом! Не надо. Одумайтесь. Угу. Хармонии, медитации... Это тот чувак из CD Projekt Red, который извинялся, помните? Его на рынок выгнали. Видишь? Это мы. Наш самолёт. Суэйчка, я так понимаю, прилетели, да? Совет на всю жизнь. Если вам в голову забралась кибербаба и сказала сделать преступление, не слушайте её! Единственное, что нас сейчас спасает, это то, что в пёсим городе каждый день что-то падает, например, количество населения и уровень жизни, поэтому, в принципе, никакого переполоха нет. Лучезарная моя не могла бы ты чуть-чуть подвинуться. Ну, очевидно, всё-таки переполох небольшой есть, потому что на месте крушения кто-то выжил, а этого кого-то хотят все. Кто же этот киборг-убийца бессмертный? Им оказалось президент Несса США. Отлично, теперь необходимо... Так. Пробиваться обратно. То есть я бежал сюда, куча врагов, обратно куча врагов. Вы ещё имейте в виду, что, ну, они все здоровые. Я на харде раньше играл, как-то веселей было, а сейчас... Сейчас не весело, меня ебут. Закройте глаза, и всё плохое уйдёт. Закройте глаза, и всё плохое уйдёт. Кто глаза, блядь, не закрыл? Ёбин-бобин. Давайте я сделаю вид, что он меня не попустил до этого раз в десять уже, и сделаем вид, что я всё с первого раза прошёл. Ух, я тебя дестро... Ай, блядь! Я считаю, его надо из игры убрать, что-то он какой-то сильный. Попробуй-ка. Рест-н-пис, щит-бот. Прям как в боевиках из девяностых диалоги. Госпожа Президент, только вашими молитвами. За вами, как за каменной стеной. Хорошие новости, теперь в Киберпанке есть вентиля. Плохие новости. Он всего один. Блядь. Согласен, друг. Чё, камеру взломать? Взломал. Госпожа Президент, вижу, вы уже переоделись, чувствуете себя как дома в моей скромной обители. Окна, конечно, ещё не вставили, но за инновацию всё равно спасибо. Вот вы спросите, откуда вообще у президентши Розалин Майерс столько голосов было? Ну, как вам сказать, хорошо управлять. Я торжественно присягаю. Наверное, Соединённым Штатам... Так, стоп. Зачем я это суфта сказал? Я передумал. Это персонаж в игре, если что говорил, это не я. Ой, это 30 центов? Ничего себе. Не знаю, как говорит, что там теперь на крышу аирдропы сбрасывают. Скорее всего, эти аирдропы просто ради прикола с небес сваливаются, знаете, чисто так, чтобы две династии бомжей местных подрались между собой. А, ну ещё, конечно, эти охранники Доктауна. Куда ж без них-то? Почему они не назвали его Хот Доктаун? По-моему, было бы смешно. Сука, опять математика долбанная. Насколько я понял, аирдропы, они сюжетные. То есть, весь лут в них заранее запрограммирован, они всегда падают в одном и том же месте. И вот конкретно в этом чип грузоподъёмности полезный валялся. Пароль знаешь? Нет? Тогда проваливай. Пароль, пососи-ка. Робот с дороги! О, падла. Реально, пёси и город, смотрите, тут огромные собачки Атланты держат этот небосвод на своих плечах. А тому нос откусили. Помните, в Атоме Харте были роботы-вовчики с усами и пластмассовыми лицами? Вот это, походу, их жёны с 2007-го года. Вот не зря я и силу, и технику одновременно качал в основной компании. Я теперь могу и сломать, я тебя могу и разорвать. Джонни, это чё за технологии? Хм. А-а-а. Ага, ага. Эндрю Джексон, баскетбольная площадка. Дневное время. Джонни, я тебя умоляю, не мельтеши, а сядь посиди. И так в ебанистику какую-то ввязались, ещё ты суетишься. Так, 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 ты там это... Нежнее тыкай. Чё не спокойно? У меня 30 центов от президента. Я, ну, типа, как свой. Ну что, знакомьтесь, наш новый напарник, Соломон Рид, совестливый, нормальный мужик, в нём всегда борются два волка, один белый, второй чёткий. Тот, что чёткий, это агент ФРУ, преданно служащей власти. Тот, что белый, это сопереживающий всем тем, кого эта власть скрутила в баранихе. Даже в вопросе с Сойкой не всё так однозначно. С одной стороны, да, она бывшая агент, она предала государству, за что её следует поймать и судить, и вообще президентский шаттл она сбила. Но с другой-то стороны, вроде как все живы, чё там, было это вспоминать, да? Казалось бы, с этой мутной работёнки надо потихоньку так сваливать, но вот эта вот Сойка это единственный шанс избавиться от Джонни Сильверхэнда в голове, поэтому придётся согласиться в поисках. Кому-то эта шеза нравится, но вот весёлый мужик у тебя бегает постоянно в виде голограммы, но там фишка в том, что его сознание перезаписывает сознание нашего героя, как на кассетной плёнке. Так что если от него не избавиться, то будет плохо. Миссия называется найти дополнительные заказы в пёсьем городе, я перефразирую, ты по сюжету быстро бежишь, парень, иди тут пошароёбся. Мы одна большая стая, я правильно же говорю? Значит, у нас всё общее, спасибо, мне пригодится. Вот эти люди как раз знают про нашего управляющего районом, сейчас пару слов про него можно сказать будет. Что про него сказать? Курт Хэнсон, глава пёсьего города, лыс, огромен, опасен, характер скверный, и не замужем. Тут прошёл слушок, что он захватил власть в Доктауне путём силового переворота при поддержке своей довольно метросексуальной армии, но судя вот по этому Гачимучи бойцу, но это опять же не точно, ничего не утверждаю. Короче говоря, свой человек от народа, такого и пороже получить не грех. Вот этот парень прям гордится тем, что он опиздюлился об Курта Хэнсона лично, но каждого своё увлечение. Ладно, мне нужно бежать. Йоу, come on! Эх, да не Йоу, come on, мальчуган, бежать тебе надо из этого проклятого места. Таким Биониклом только детишек пугать. Понял. Это потом. Надо бежать. Бежим, конечно же, в бар, самое безопасное место во всём Доктауне. О, мою Кока-Кову несут. Чё, она белая? А это точно она? Может, это какой-то новый вкус? Попробуем. Вкусы, правда, новый. Рид. Что, хел, но что? Рид, нам тут не рады, пошли отсюда. Э, э, ещё, что за стереотипы-то? Тут на самом деле драма. Девочку зовут Алекс, и она работала вот на этого нашего Соломона Рида, а потом он её бросил в пёсе и сраке, и вот спустя 7 лет снова пришёл просить о помощи. Иронично. Хочешь 30 центов? Тогда поехали с нами. Когда она сказала идите и убейтесь, два урода, она шутила, зачем ты нас в логово вудуистов-то тащишь? Они вот из нас кукол понаделают и будут гадать там свою эту тёмную магию. Почему они тебя не замечают? Ты суч... Ты не с ними сучаем, Рид, ты смотри мне. Так, не смертельные перелом в шее. Аккуратно, без паники. Мне только спросить вот буквально у шамана на секундочку, на секундочку. Так, 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 кто тут у нас? А, кстати, кто это? Я точно помню, что все вот эти вудуисты, они нетранеры, то есть у них даже миссия своя отдельная была в ком-то районе под названием Пасифика, и вот у них клан таких интернет-бегунов. Они как фиксики что-то делают, то, чё я не понимаю. Вот есть сеть безопасная, есть опасная. Вот в опасной живёт оживший искусственный интеллект под названием и скин, есть чёрный заслон, который невидимую силу сдерживает. И вот наша слойка научилась не только челночным бегом хуярить до барьера и обратно, она научилась сосать энергию тёмного заслона, что забрало её здоровье. Вот Курту Хэнсону она сама отдалась, то есть тот просёк, что ей лекарство нужно и забрал к себе. А нам она рассказывает, что её похитили. И вот не надо писать, что я плохо подготовился и лор Киберпанка не выучил. Может не ещё лор ФНАФа выучить и видос записать? Я тебе говорил, не надо туда соваться было, но нет. Вот свои фотографии он правильно развесил по городу, я бы так же сделал, только я бы повыше куда-нибудь, чтобы это, не могли доплюнуть. А кто плюёт, технышев, вот. Кстати, помните вот этих шакалов? Так я ж не зря внимание-то обратил в прошлый раз. Сразу видно, уважаемый человек здесь живёт. И сказочно богатый, художник, наверное, определённого жанра. Мистер Хэнс, я знаю, что это вы, а ваш бледучник не дошёл, а уже видел человека в великой культуре. Чё у вас вот этот громило лысый херд разбушевался, рассказывайте? 2069 год. Полковник Хэнсон командует операцией «Ночной ливень». Его задача превратить так называемую боевую зону в плацдарм для сил НСША в Найт-Сити. Понял. Все стороны заключают перемирие. Солдат полковника Хэнсона бросают на произвол судьбы, и командование, и общество усердно делают вид, что их там нет, и никогда не было. Вопреки ожиданиям, полковник не уходит. Он объявляет боевую зону частью НСША, то есть создаёт для себя государство в государстве, а сам превращается из офицера в торговца оружием. «Ну, ну, ну, хватит хлебать, что дальше-то было?» Его предали. Все думали, что он пойдёт, поймает пулю через две недели, а он не только выжил, но стал ключевым игроком, с которым нельзя не считаться. Черный Сафир — это крепость Хансона под охраной лучших солдат На нижних этажах — казармы На верхних — дегенеративный рай для богатых и знаменитых Должен сказать, получить план издания было непросто Полковник Хансон стережет тайны своего отеля, как самый настоящий бёс Ну да, он как мопсик такой ходит, пыхтит квадратненький На этой щепке подробная карта и описание черного Сафира Теперь у тебя есть всё, чтобы попасть туда и выполнить задуманное Только позволь предупредить, даже с такой подготовкой войти будет гораздо проще, чем выйти Берегись Ну вроде всё Да черный Сафир — это типа небоскрёб, это самое охраняемое здание в городе Но нас спасает то, что будет вечеринка, он же не может помнить прям всех гостей, которые придут, правильно? Вот здесь затопленные тоннели, они ведут в здание А теперь фокус Тебе нужно найти терминал, подключиться к нему и взломать камеры, чтобы Рид прошёл внутрь незамеченным Вы поднимаетесь на разных лифтах, вот они Реально поднимаются Рид откроет тебе путь на свою сторону, по-другому там не пройдёшь Скорее всего охрана будет до пизды, поэтому ходите на цыпочках Точной информации мне не дали, так что придётся импровизировать Окей, мы часа три сюда поднимались, я сразу сказал билеты надкупить Но нет, у нас шпионский план Ты специально вот этот прикид голубой крокодильчик мне выбирал? Рид, мне кажется, наше с тобой ограбление на фейс-контроле окончится Ну что ты, Джонни? Спасибо, спасибо Пошли Бесплатно? Не вот это я понимаю, люди живут Я, конечно, никого не пугаю, но скоро вы обанкротитесь Между третьих и четвёртых ждут объятий распростёртых У него снесу чем близняшки на первом этаже Япона, мать у тебя рама хромированная Привет О, где этот хуй лысый? Желаю Соми давно не виделись, обсуждаем у кого в чём О, для меня встретиться со старыми друзьями это как собрать осколки разбитого сердца Или зубов Не вовремя у меня страховка кончилась До свидания Сойка провела герою по щеке чёрным заслоном И теперь он её видит как голограмму и как живой одновременно В общем, вашу Соню и там и тут показывают Чем по правде сказать у них с этой Сойкой одинаковые проблемы Её убивает чёрный заслон Глав герой убивает бред в голове Как говорится встретились два одиночества Рид, мне тут птичка напела, что наша следующая цель какие-то пусечки А ну-ка глянь-ка И каким образом я с ними должен разговаривать Расслабься Возьми им выпить и пошути А он Красавица, а вы с братом в диско-элизиуме суча мне снимались? Нет! Это хорошо, потому что меня там два рыжих ребёнка попустили Я на всю жизнь запомнил А ну-ка не шушукаться База приём, она подходит ближе База, что делать? База приём, она смотрит прямо на меня Задача такая, они сейчас начнут болтать лишнее Вот про этот чёрный сапфир, про бизнес нашего лысого и так далее Поэтому желательно всю информацию просканировать и сохранить на будущее Давайте поставим на кон всё, что мы выиграли сегодня Ой, только на разные цвета Да, 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 на разные цвета Абсолютно верно Ты выбирай первым Ну, конечно же, всё на чёрное А мы на красное Люблю этот цвет Ржавость сестра Таланта Да ну, какой красный лысый со своим казино подкручат Тирки Не уходите, не оставляйте меня с ним Не уходите, мы же друзья Мы же столько времени провели за игровым столом, не надо Не надо, гудбай, Зен Здравствуйте Я знаю, что твой друг Рид из ФРУ Логично предположить, что ты тоже ФРУ Не-не-не Как я полагаю, вы двое ответственны за то, что президент спаслась И выбралась из пёсего города Не-не-не-не-не-не-не было Стоило бы отправить вас в Найт-Сити, мальчики, по кусочкам в пластиковых мешочках Но я сегодня добрый, поэтому разрешаю вам покинуть отель Никто не будет вам препятствовать Считайте это жестом доброй воли Ой, спасибо Обожаю этих злодеев, кровожадных, которые всех просто рубят на куске, а потом такие Ну... Глазки у тебя красивые, суши Наверное, наверное, тебя пожалеем Ладно, иди Вам с другом лучше пиздовать отсюда прямо сейчас Ты сказал пиздовать нам, но я стрелочник Пиздуй-ка ты сам Ой, я хотел сказать Пожалуйста, пройдите к выходу Вот так-то Видишь, Рит, они нас боятся Повезло вам, гниды сахарные, уходите отсюда Да? А может ты уйдешь отсюда? Техника стрелкометателя Кто так обзывается, тот сам так называется Ну, наконец-то, моя постоянная рубрика, любимая Хэппи Вульф сам сломал игру, сам показывает, какая она забагованная Разработчикам пора уже какие-то конкурсы запускать Типа, собери 10 летающих человечков в нашей игре, мы тебе деньги за нее вернем Девочка, хватит барабанить, верни маме кастрюлю Рот закрой, ворона залетит Опять очередной план, очередное родительское собрание Ну, конечно, мы все хорошо живем, хули б не собраться Итак, наша цель — вырвать Соми из лап Хэнсона К сожалению, мы не можем просто так ее отбить, потому что Хэнсон назначил встречу нетранерам, которые тебе уже знакомы Для нас это шанс подобраться к Соми и к Матрице То есть вы собрались похитить семейство Куна, вы бессмертны? Это будет твоей задачей Ты взломаешь систему машины, чтоб прокатчики ее не отследили Алекс расскажет как Скорее всего, один из нас пойдет в лабораторию к Соме, чтобы ввести КД А второй останется с Хэнсоном как заложник Я побуду с Хэнсоном, а ты пойдешь к Сойке Когда получите данные, подайте мне сигнал Я разоружу Хэнсона и ликвидирую всю его охрану Рот, ничего сложного? Не сложно, если кто-то записывал Вот ты записывал, я не записывал, а зрители записывали, они тоже не записывали Потому что они думали, что главный герой записывал, а он не записывал Я когда эту винтовку покупал, там оружейник сказал, что в общем она либо не стреляет, либо стреляет, но очень плохо Она продается по скидке, какая мне разница, стреляет она или нет Есть нелетальный имплант на оружие, у тебя враги будут не умирать, а просто ну типа засыпать Кстати, забавный факт, в игре подозрительно много близнецов И это не проблема генерации, это просто пёсий город, одна большая дружная семья инца Я предлагаю снести пёсий город, мне кажется его уже не спасти И вот, пособину по жителям, какой-то тупой район Да пошёл ты нахуй! Вы сговорились, что ли, Джонни, ты откуда? Кого бы ты выбрал на моём месте, Джонни? Сойку или Рида? Я и так на твоём месте, балда От тебя зависит моя жизнь Только я хер чего могу сделать Но видит бог Ви, у меня нет ответа А, подсказок не будет, да? Не, ну мы тогда и концовку Рида посмотрим, и концовку Сойки посмотрим, и ещё десять концовок посмотрим Так же весело Так, первая часть плана, необходимо поймать двух этих рыжих апельсинов Мы им сюрприз небольшой устроим Ай, колено В общем, когда они поедут, из багажника выпрыгивают этот вот хрен, как из табакерки и такой Опа, нас стоять! Ребя не хочет умер Ребя не умер Хуй, открывай врата! Мы на прием вообще-то приехали, уважаемые люди. Господин Хэнсон приехали из Франции обкашлять с вами вопросики. Бомжур. Давайте сменим тему. Вам понравилось в черном сафире? Мои люди говорят, вы сделали солидные ставки. Надеюсь, все кончилось выигрышем и триумфом. А мы сорвали банк. А пришел какой-то хер и проиграл все, что у него было. Да, что ты сказала? Помню этого хера. Вот уж кого точно не жаль. А черный сафир — моя гордость. Я долго трудился, чтобы туда стали приезжать лучшие люди из Найт-Сити. Мой брат коллекционирует машины. Я всегда говорил ему, что его тщеславие просто очаровательно. Интересно. И за какой же такой жемчужиной вы готовы ехать через полмира? Ща у меня тут памятка. Коллекционирует классический автомобиль. Ты что из этого классический автомобиль? Каршет 9-й 11-й? Я вообще на автобусе езжу. Я заказал водки. Угощайтесь. О, мистер Хэнсон, вот с этого и надо было начинать. Вы, наверное, не отмечаете сделки до завершения, но я настаиваю. Чисто символически. Да я говорю всегда чисто символически. Ради хорошего человека повод-то и не нужен. Считает свое тело храмом, не обладает вредными привычками. Себе не людям просто. Какой интересный нож. Полковник, а можно посмотреть ваш нож? Разумеется. Это традиционное оружие якутских охотников. Я провел некоторое время на Филиппинах. С тех пор ножи меня притягивают. А, да-да-да, что такое... Филиппинский автономный округ. Было-было. А-а-а, Сомик. Главный сервер готов, можем начинать. Вторая часть плана. Мы вскрываем киндер-сюрприз. Алекс осталась в образе той рыжей вместе с полковником. Здесь надо сейв сделать, чтобы потом развилочка была. Для начала мы придаем Сойку, сдаем ее Риду и далее уже не наши проблемы. Ну как не наши проблемы? Алекс пускают в расход, а Сойка понимает, что ее наебали. Она ее, быть может, только она, я напоминаю. Граждане, не паникуем. Черный заслон убивает только тех, кто его боится. Вот я ж говорил. За героя не волнуйтесь, ему не грозит высверливание мозгов, потому что он напал на самого лютого нетранера, у него их нет. Что это? Это наш старый знакомый, но благо я турельный пулемет припас на финальную битву, чисто случайно узнал. Лысик-то шустрый на самом деле, он смертоносный, я бы не сказал, что он... Шо, он Адаму Смешеру уступает, а того боялись даже и скины, прошу заметить. Адам и Смешера бафнули с последним патчем, он еще сильнее. Можно его добить и отомстить за Алекс, можно не трогать и просто собрать вещи. В любом случае, линия с Ридом продолжается, то есть все пошло не по плану, Сойка сбежала. Теперь надо ее найти, а то уже чуть позже не найдут нас. Как президент узнает, что вы все обосрали, все, что можно было. Звоним мистеру Хэнсу, начинаем реветь. Он говорит, что хорошо, за 15 тысяч все тебе сделаем. Вот и герой счастлив. Все надо платить, все платно. Те простофили, которые конвоируют Сойку, даже не подозревают, что они едут прямиком в ловушку. Да куда? Она находится в этом грузовике. Так и задумано. Я вам серьезно говорю, так и задумано. Это Вендетта. Когда-то я играл с Фокусами, теперь с Фокусами играют они. Я теперь понимаю, что чувствуют боты, над которыми я обычно издеваюсь в своих видео. Просто ты его не достать не можешь, не убить. Че это такое? Ну вот пока я с ними разбирался, Сойка просто взяла и автозак угнала. Риид, она наш автозак украла. Не волнуйтесь, мы ее догоним и вернем в руки закона. Слушай, по-моему она в какую-то преисподнюю спускается, и мне это вообще не нравится. Я еще не дай бог в дум, попадем еще один ролик делать внеплановый. Кто хотел увидеть черный заслон лично, вот, пожалуйста, собственные персоны. Хотите входить и хотите выходить и проходить в проходной двор. Ай-яй-яй. Вот почему на люки-то наступать нельзя было в детстве. Улетишь, кто тебя потом найдет. А кто такие Сай-но-су-си? Это секретный военный объект, построенный еще до даты крэша, для Киносуры. А-а-а. Погоди, расшифрую данные. Я ничего не понял. Киносура цифровой аналог атомной бомбы. Ответ Милитеха на арасаковский душегуб. Все равно не понял. Просто корпорации в очередной раз решили помериться хуями. А-а-а. Вот это понял. Соми говорила про это место. Здесь нетранеры Милитеха погружались в так называемую глубокую сеть. Да, она упоминала что-то такое в черном сапфире. Они тут охотились на беглых эскинов. Мне кажется, нам нужен какой-то умник в комментариях, который все эти термины понимает, потому что я что-то там краем уха слышу, что-то помню из основной игры. Но как-то общую картину тяжело составить. Уж кто не играл, они вообще сейчас сидят в ахуе. Как и на любом моем ролике. Ты че за хоррор? Сонечка, можете мне не верить, но тогда в комнате с киндер-сюрпризом произошла чудовищная ошибка. И вот мы спускаемся все ниже и ниже в кроличью нору. В самое сердце тьмы. Да ладно тебе. Обычный такой подъезд, обычный лифт. Все в таких жили. Если вы когда-то играли в игру Сома, то в принципе, в принципе, вы понимаете, что сейчас происходит. Я, как человек, который пропустил все на свете, испытываю некоторый дискомфорт с этими роботами и стелсом. Лучше б я по стелсу играл, ей-богу, эта ебанина еще и бегать умеет. Что это за ужас? Вообще, мне не должно быть страшно. Бляда, закрой ты. Пошел отсюда, плохой робот. Значит, наш Сомик сидит вот в этом яйце и что-то там колдует с этим темным барьером. Сейчас мы, в общем, будем и оттуда выковыривать. Тихо-хи-хи, сейчас поиздеваемся над ним. Хи-хи-хи! А что, не догонишь, да? Жопа застряла в барьере. Господин робот, мне очень приятно, что вы хотите сверлить меня перфоратором, только я не стена и сегодня не воскресное утро. Кишковый вердрелью заставляет героя вспомнить то, чего он даже не знал. Например, то, что была девочка Соня такая вот, и она когда-то была нетранером. Затем пришел дядя Рит и сказал, что знает, чем она тут в сети занимается, и в принципе на это можно закрыть глаза, если она теперь будет работать вот на то самое фру и будет полировать черный барьер по приказу. И заигрывая с этим темным заслоном, который типа разделял интернет на старое и новое, вот она потеряла все здоровье, всю голову, всех друзей и всю семью. Я знаю, что это грустная концовка, и я понимаю, как это прозвучит, но тут все зависит от того, кем вы были в мире смешариков. Если вы вырезали половину Найт-Сити, как мой персонаж, то в принципе на девочку, которая сама там проебалась, должно быть пофигу. Она же просит распилить ее болгаркой, лишь бы не отдавать тем уродам, но что поделать. Она связалась явно не с теми людьми, изначально. Потом она маневрировала, обманывала, выкручивалась, и в конце концов вот что получилось. Во всем, естественно, виноват интернет, и будете целыми днями сидеть и лежать, окажетесь вон на столе докторском еще быстрее, чем она. Не-не-не, не надо, не надо медаль США, госпожа Брезя... А чистого сердца просто помог. По завершению DLC с подобным исходом в основной игре станет доступна хорошая концовка, где герой выживет на 100%, в остальных там, ну, смутно так. Вот, это действительно будет хорошая концовка, к вам не придут через 40 лет из-за черного заслона, с обрезом доустволки и не передадут привет от мистера Сойки. Главный герой просто потеряет все импланты, Джоника, воспоминания вроде как, и, соответственно, статус легенды Найт-Сити, да нахер оно не нужно. Что касается Рида, скорее всего, совесть будет его мучить до конца дней, ведь с его увесистой руки Сойку навеки вечные посадят в анальное киберрабство, и вообще для человека подобной профессии он слишком много думал о других. Хотя, очевидно, там, ну, каждый сам за себя. Теперь попробуем сделать не самый умный поступок, давайте спасем эту киберпсихинессу. В таком случае Алекс отбирает у нас сюжетный босс-файт, и, соответственно, концовка тоже изменится. Отныне я обещаю прикрывать твой тыл во что бы то ни стало. Пора действовать. На месте босс-файта теперь будут два каких-то одиноких бомжа, и один чуть потолще, причем, ну, сражаться с ним вообще не обязательно, так для галочки. Задут целая армия каких-то вертолетиков, вылезает по мою душу. Прыгай, солнышко, я тебя поймаю. Первое правило бойцовского клуба, я пиздобол. Смешного, конечно, мало, потому что если она сейчас откинется, выходит, что герой ей не помог и себя подставил, потому что правительство было единственное, кто мог его спасти, а он с ними поссорился. Они просто открыли аэропорт, чтобы поиздеваться над людьми, которые не могут уехать из Доктауна. Я на конференцию по неокомпутерным имплантам и защите нетранерских программ. Отключение имплантов завершено. Для проведения биометрической идентификации посмотрите в ка... Стой, не смотри! Потяни время, я еще не привязала твои данные к фиктивным документам. Простите, какая камера? Вот эта камера. Ой, я не понимаю, что надо сделать. Просто посмотри в камеру, сука, ты что, тупой? Это на пару секунд. Вы понимаете, когда-то у меня и тоже была камера, я в нее прекрасно смотрелся, но потом ее украли дикие еноты. А, вот эта камера? Ну вы бы сразу так и сказали, вы куда-то вправо показывали. Thank you very much! Вот урод, а. Ну мы опять не купили билет и будем заниматься какой-то шпионской залупой. Задача простая, садим девочку на самолет и отправляем на луну. Задача может показаться невыполнимой, но я, как вы помните, в игре To The Moon деда умирающего на луну отправил. Че, ее шуль не отправлю? Вот он, мой пирожочек лезет, моя булочка, моя плюшечка. Я думала, что умрут. Слушай, я тоже. Если что, это все импланты. Хромированная рама, она из-за ни дофига весит. Наделяю тебя всеми необходимыми полномочиями. Постарайся только не стрелять ей в голову. Слушай, ну не все так плохо. Может быть, они не тебя имели в виду. Мы в жопе. Целиком и полностью. Знаете, я не так, чтобы сильно против. А можно типа за другими импланты подбирать и на себя ставить? Я только сейчас об этом подумал. Чтоб вы понимали, я эту снайперскую винтовку на рукопашке выиграл у какого-то чувака. Я даже не помню у кого. Кто бы мог подумать, что она спустя столько времени пригодится. У нее просто уникальная модификация с какими-то волшебными разрывными пулями, которые херачат по площади. Никак по-другому их не поставить. Только вот в квест получить. Сейчас мы к ней аук с кабелем подключимся, погоди. Ну то есть я сейчас стоял, как дурак 10 минут оборонял наш этот домик, а можно было подключиться и просто через черный заслон всех положить? Понятно, понятно. Братан, бросай ты это наемничество, иди на битву экстрасенсов. Вы посмотрите, что этот чертила волшебный творит. И тут выясняется в поезде, что лунная страховка, она, так кажется, покрывает только одного человека, и в два рыла отправиться на лечение не получится. Герой-то наш надеялся на чудное спасение, излечение, а тут, оказывается, вон оно как получилось. Никогда Сойка никого не наебывала, и вот опять... Мне пизда. Ёкарный бабай, вот это поворот. Твоя барышня всех прокатила. Майерс, Хэнсона, Рида и тебя. Здесь все еще можно разозлиться и сдать ее Риду в обмен на спасение, но мы как бы терпим до конца. Этот шаттл уже давным-давно, наверное, с рейса сняли, позвонили, сказали, там какая-нибудь преступница летит и все. Так, ну мы вынуждены положить Сойку на землю под дождь. Будем надеяться, она не заржавеет. И сейчас мы поговорим по-мужски. Ну и что будешь делать? Мы будем топить до конца, потому что наш герой наемник с большим сердцем. Ага. Сойка умрет, если улетит на Луну. Хочешь ее спасти? Оставь ее мне. Я слышал, о чем вы говорили с Майерс. Ну, с президентом. Майерс приказал тебе убить Сойку, и ты ей ничего не возразил. И подслушивал. С самого начала. Обстоятельства изменились. Отдай мне ее. Я еще могу ей помочь. Ну, можно с ним подраться, а можно продолжать нести чушь. Все как семь лет назад. Приказ отдала Майерс, а справедливость осталась на совести Сойке. История повторяется. Ты будешь жалеть до конца жизни. Пойми, речь уже не о Сойке. Речь о том, что из-за нее может начаться еще одна война. Я забираю ее в Вашингтон. Она обвиняется в государственной измене. Все еще не сражаемся, все еще терпим. Ты прав. Она шла по головам, чтобы добиться своего. Ей было все равно, что станет со мной. Я так понимаю, она не сделала то, что обещала. Грубо говоря, она кинула меня через хуй. Существует только одна доза лекарства. Сойка решила оставить ее себе. Но я остался ни с чем. Понял. Если отдашь Сойку, можешь забрать эту дозу. Нужны рэперы, которые поймут, что с ней делать. Ты говорил, у тебя есть знакомые в Европе. И там, и в Ленгле, Новые Штаты. Это родина лучших рэперов. Они соберут данные и проведут операцию. Тебе это устроит? Тут уже нужно принять окончательное решение. Что мы делаем? Отдаем Сойку или защищаем? Естественно, никаким своим рэперам он ее не повезет. Ее повезут сразу же на суд. Ну, как вылечат. Вот после этого она будет вечно там на них батрачить. Выбираем по-плохому. Не, ну а как вы хотели рыбку съесть и на люстре, шоль, покататься? Такого не бывает. То есть, либо там Алекс погибнет и спасется Сойка и Рид. Либо, соответственно, тогда погибает Рид, но Алекс и Сойка выживают. Жива ли ты еще, моя малышка? И жив ли я, вонючий Дэд Инсайд? Так, ну карета подана, ебты. Садитесь, мадмуазель, и катитесь, пока я не передумал. Сомневаешься, что она выживет? Да хуй узнает. Но вряд ли Луна разом решит все ее проблемы. Она стала свободной. Так и хотела. Знаешь, почему у нее получилось, а у меня нет? Ей повезло. Да ты что? Везение тут ни при чем, Джонни. Ведь с ним просто хотели разного. Да ладно. Ну-ка, расскажи-ка мне, чего же я хотел? Аплодисментов. Ты по жизни все делал на публику, как цирковая мартышка. Ну, может быть. Наверное, я мог что-то изменить и вести себя по-другому. Джонни, хорош вала ебать? Просто смотри в небо. Как там говорят, не бывает правильных-неправильных решений. Бывает решение, которое ты просто принял. Короче, всем спасибо за просмотр. И, как обычно, счастье вам. Субтитры сделал DimaTorzok